Живописные набережные, прибрежные парки и трамваи, буквально парящие в воздухе. В столице сегодня представили концепцию развития Москвы-реки. Главная акватория города кардинально изменит облик и станет едва ли не самой красивой улицей столицы. Шушан Миносян изучила проект. Чистая, активная, доступная. Именно такой должна стать Москва-река. 166 километров набережной могут превратиться в самую длинную и красивую улицу Первопрестольной. Сегодня прибрежные зоны больше напоминают территории отчуждения. Но скоро здесь появятся 40 портов. Старт новой жизни главной водной артерии столицы. Это точки городского значения. К примеру, это парламентский центр. Это мневники, это активация, в общем, такого на сегодняшний момент, не участвующего в работе города-полуострова. Одна из точек это зарядие, это то, что случится в следующем году. Для нас самая дорогая точка это Капотня. И нам хотелось бы, чтобы как раз Юго-Восток стал именно полигоном для... Ну, то есть такие места, можно сказать, несколько забытые в городе, вот именно там и активировать эту общественную жизнь. Общественная жизнь это отдых, прогулки, спорт не только в центре, но и на периферии. Воплощать в жизнь проект, который пока существует только на картинках, начнут уже в этом году. Пока на территории Зилова всю мощь работают строительные краны на набережной, примыкающей к будущему жилому кварталу. Запустение и сервис. Но всё это ненадолго. В ближайшее время территорию порядка одного километра начнут благоустраивать. Здесь разобьют огромный парк с площадью 8 гектаров. Перспективой расширят до 40. Построят пешеходную зону с магазинами и даже яхт-клуб. Появится и порт. Он станет одним из 40 планируемых проектом реконструкции набережной Москвы-реки. И всё это уже через два года. Жизнь не только вдоль, но и на самой реке. Футуристическая, на первый взгляд, идея развития транспорта на воде вполне реализуема, говорят эксперты. И речь не о речных трамвайчиках, настоящих трамваях на колёсах. Пустить их предлагают по эстакаде вдоль набережной, прямо над водой. Такие уже существуют, например, в Италии, Франции и Китае. Гибрид трамвая и автобуса движется по одному рельсу. В несколько раз легче обычного трамвая, без вредных выбросов. Уникальность этого вида транспорта будет заключаться в том, что, во-первых, он будет компенсировать те недостатки, которые в себе несёт радиально-кольцевая система, и соединять те территории, которые сегодня несоединимы. Например, в поперечном направлении от Печатников до Рублёва-Архангельского можно будет на этом трамвае проехать за час двадцать. Маршрут предлагают разбить на три отрезка. Печатники Китай-город, Китай-город-Сити, Сити-Рублёва-Архангельская. Остановок около шестидесяти. Все расположатся прямо под мостами. Но это пока идеи. А вот создание регулярного водного сообщения между районами Москвы на судах – вопрос ближайшей перспективы. Речь идёт, по сути, о создании ещё одного вида общественного транспорта. Но первая задача – обустройство причала. Нужно адаптировать сходы и подходы к этой причальной инфраструктуре. Увязать речной маршрут в единую городскую логистическую транспортную сеть. Для того, чтобы пассажир мог чётко понимать, откуда, куда и как он поедет. Одним из таких маршрутов может стать отрезок между портами Северный речной вокзал и Захарова. Путь в пару километров. Востребованными регулярные речные перевозки станут только на таких небольших расстояниях. Но всё равно помогут разгрузить столичные дороги. Жаннася, Анатон Молокоедов, Александр Дворников и Юлия Нетребина. Вести.